всем привет друзья еще раз включила камеру налила себе стакан водички хотела с вами немножко пообщаться тема которую сегодня хотела с вами обсудить это то что наш мишутка очень сильно хочет сниматься в тик ток стоит ли это делать ему всего 9 лет мы знаем с алексеем немало популярных детей в частности вот совсем недавно буквально на днях вышла новость о том что девочка семилетняя настя какая настя родзинская заняла седьмое место в форобсе заработала 27 миллиардов рублей за год до 27 миллионов рублей и 2 миллиарда рублей а или 2 и 7 2 и 7 до 27 миллиона ну не важно короче бешеную сумму она там заработала вот ей всего 7 лет что она снимает тик ток что-то на ютубе снимает вот и у нас возник вопрос поделитесь своими мыслями тоже нам очень интересно стоит ли ребенка ввязывать в эти в этот виртуальный мир и если там канал ребенка начнет набирать обороты стоит ли ему позволять становиться звездой знаменитостью и зарабатывать бешеные деньги с одной стороны ничего в этом лично я плохого не вижу лишь бы не было ничего криминального и аморального вот с другой стороны мы знаем множество бывших детей знаменитостей которые плохо кончили своей жизни вот чего не хотелось бы естественно для своих детей да как вы считаете вот если ваш ребенок будучи там в возрасте младших младшего школьника и заявил бы желание стать знаменитостью как бы вы отреагировали на это я знаю мне писала подружка камила если смотришь привет тебе огромный что сыночек тоже хотел снимать не то youtube не то ну какие-то видео хотел снимать она ему запретила с одной стороны может накрыть звездная болезнь большие деньги могут пойти не в том направлении и тоже все это может плачевно закончится да с другой стороны с другой стороны это большая помощь для семьи потому что 27 миллионов рублей это сумма которая даже во сне не приснится многим из взрослых да которые я не знаю за всю свою жизнь столько денег не заработают сколько это девочка за год заработала долларов или рублей 27 миллионов долларов что равно 2 примерно там миллиарда рублей 27 миллионов долларов что равно 2 миллиарда рублей в общем неважно вот ну а сейчас пока она пребывает в семилетнем возрасте и зарабатывает такие деньги скорее всего деньгами управляют родители сейчас все хорошо в их семье да но неизвестно что может случиться через 5 7 10 лет до мало ли что девочка захочет дальше поэтому вот такая вот дилемма я не склоняюсь к тому что например если мы начнем с мишей снимать тик токи то он через там год-другой станет а-ля анастасии как ее там вот этой девочкой да что он достигнет такого уровня я не склоняюсь к этому но тем не менее чем черт не шутит да все зависит здесь от магии в данном случае где мы работаем магии ютуба магии тик тока да никто не может объяснить почему одно видео заходит на там 10 миллионов а другое едва ли тысячу просмотров набирает никто не может объяснить когда мы брали покупали различные консультации у толмачей ютубовских они все разводили плечами и говорили здесь только магия ютуба может сработать и либо либо видео зайдет либо видео не зайдет иногда смотришь и думаешь боже какое убожество ну там ни монтажа не съемки адекватные не света ничего да видео заходит на несколько миллионов ну тогда толмачи говорят магия здесь только от магии зависит да сработает ли магия с нашим ребенком никто не знает я не не загадываю то что там если мы сейчас начнем то через самое количество времени он станет мега знаменитым вот но тем не менее чем черт не шутит если такое если ты не стремишься быть нега знаменитым тогда не надо начинать так она тоже говорят тогда хочешь идем в кадр скажи свое мнение идем алексей тут сидит работает видео монтирует и вставляет свои пять копеек идем скажи то в свое мнение я считаю я не знаю я не знаю потому что с одной стороны я ничего плохого не вижу если это не не касается как я уже сказала о моральности и криминала да с другой стороны с другой стороны не хочется чтобы в будущем большие деньги или звездная болезнь накрыла нашего ребенка и и в конечном итоге он пошел по неправильному пути что ты скажешь до такого плана когда про деньги в принципе многие родители скажут это же хорошо типа будет денежки зарабатывать это же туда-сюда тра-та-та другой стороны да возможно все эти очень часто мы знаем примеры детей которые стали известными в детстве наших вот артистов насколько можем там вспомнить кевин макалкин самый яркий тому пример калкин но это иностранный артист а так вот наши артисты кто тут бронзовые птицы там парень снимался тому каким главным комсомольцам так сказать бронзовая птица кто-то пяти там еще фильмы кортик были потом стал этим криминальным авторитетом он где-то убит в каких-то там криминальных разборках потом там много этих артистов то будет все стали знаменитыми и потом возрасту жизни не стали такими же известными то что любого артиста и кто в детстве там мальвинового алиса и так далее и тому подобное любого артиста назовите они никто не стал знаменитыми артистами позже никто не пошел дальше все вот на этом так сказать свой потенциал реализовали в детстве и потом ушли так сказать небосклонной и не видели не такого количества поклонников не такого количества так сказать и денег такое благосостояние как был тот период и так далее но другой стороны то же самое можно сказать про взрослых артистов очень многие закончили плохо да то же самое можно сказать об обычных простых людях простые люди тоже много достаточно людей которые заканчивают плохо своей жизни ну ты кошка что типа человека зависит судьба человек да ну ты знаешь все таки я так думаю что надо что-то иметь за душой виде образования потому что очень часто вот эта знаменитость вот это вот так сказать артисты дети и так далее бросают учебу или относятся к ней не очень хорошо и потом потакают так сказать преподаватели и они на таких на тормозах всю эту учебу спускают без учебы без базовых знаний итоге дальнейшем конечно тяжелее поэтому наверное все важнее для детей в этом в этом возрасте в школьном возрасте это школа школьное так сказать образование возможно что это можно было бы назвать хобби чтобы он этим хобби занимался например ребенок и что-то снимал в таком случае ну надо опять рассуждать там здраво пример кому-то нравится вышивать кому-то вот миша нравится делать эти оригами это вот такое хобби руку так как это и руки развивают а сами знаете мелкая моторика развивали она и мозг и сюда полезное с приятным да вот да это одно дело и такое умение она никогда в жизни не пропадет и она всегда останется человеком он дальнейшем не станет мастером оригами но будет какие-то другие тонкие детали крутить мало ли там ювелиром станет более верно магазин или она девочка вышивала потом сталкивать к тюрье там до этого шьет одежду так сказать на заказ и так далее очень часто так происходит девочки шлют а потом начинают на продажу шить вот это одно дело а когда такое веселение к являния вот сейчас современный этот тик ток еще какой то есть лайки кажется называемый и тот же youtube когда просто кривление веселение просто не так сказать действий которые не требуют никаких знаний и умений интеллектуального так сказать чего то как то понимаю что завтра этот титок сломался или там лайки что-то там с ним произошло и какие-то новые там появятся эти площадки и перестанут смотреть эти видюшки такие вот смешные или такие странные какие-то ли танцы там на этом тик токе там и тогда это уже очень часто видео очень непонятно зачем их снимали мяу-гау там песни-танцы трубота но никто не думает что о том что будет завтра мы тоже не думаем о том что будем будет завтра мы работаем исключительно полностью full day на ю тубе у тебя и у меня мы тоже не думаем естественно у нас есть навыки те которые бы нам помогли в дальнейшей жизни в случае если из нашей жизни естественно youtube вот в конце концов я могу готовить и мы можем это продавать мы можем открыть магазин корейских салатов ну как можем монтировать на сторону видео мы можем монтировать за это деньги видео и свои и чужие ну то есть у нас есть навыки которые вне youtube могут быть использованы и приносить нам доход вот все эти кривляния но ввиду того что в тик токе снимается снимаются очень-очень молодые люди очень-очень а то и дети да зачастую то наверное их этот вопрос не волнует поэтому они они живут здесь и сейчас мы тоже взрослые живем здесь и сейчас просто у нас больше опыта больше навыков которые мы можем применить вне ютуба они например вот не могут но каждый из нас в любом случае и взрослые мы и они дети живут здесь и сейчас сейчас им хорошо сейчас у них идет заработок с тик тока и и хорошо что думать про то что будет ну да да очень часто живут там именно дети которые эти первые деньги они их кладевать не знают они попасть могут так сказать и компании не очень хорошие так далее и тому подобное они сами про себя рассказывают ну да с одной стороны если это но те дети которых ты слушал это подростки не имеющие родители а с другой стороны вот наверняка родители насти не позволят ей пойти и какую-нибудь дурь купить да ну снастью там еще сложнее нася она же еще изначально дети родители делали как этот youtube канал как такое как социализация потому что девочка больная хотя она хорошо молодец и фотографии только видел где-то в каком-то на каком-то площадке каких-то новостях у меня вообще никакой информации про девочку и вроде как она по-моему больна дцп но визуально я не смотрела видео и не буду обсуждать девочку не буду обсуждать какие видео снимает неправильно обсуждать чужих детей как чё там она делает делает и делает все это с помощью родителей все этом они но там все под контролем родителей они это монтируют это у них это проект такой как вот есть такие проекты еще были раньше макс какое-то да какое-то что-то еще какие-то были чисто детские проекты там снимают детей вот это мы играют в игрушки открывает какие-то там коробки с новыми подарками бла-бла-бла киндер яйца постоянно открывали прочую всякую фигню в общем такие тоже подобные видео тоже бестолковые но на ютубе раньше были а сейчас youtube всякие ограничения вел для детских каналов комментарии отключил и прочее 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 вот всячески и монетизацию планировал отключить этим детским каналом и так далее то есть не знаю типа борется за сайте вот они по youtube борются за так сказать безопасность детей да потом чтобы не хейтили детей в этих видео чтобы никто всякую чушь не писал под как сказать комментарии виде комментарии под видео с детьми и так далее поэтому youtube этим озабочен они youtube со международная компания и они это очень серьезно к этому относятся и я так понимаю что и дальше продолжит эту самую политику пока что на других площадках там как с этим проще и веселее так скажу в общем друзья пишите свое мнение вот например я с одной стороны не против чтобы миша начал снимать tick tock а с другой стороны я не хочу чтобы это заходило слишком далеко чтобы пошли миллионы и так далее с одной стороны естественно мы начнем деньги вообще в нашей жизни очень многое значит да как бы там кто как бы наши не наши вообще все и да да то есть деньги решают многое как бы кто там не говорил что вот меня деньги не интересуют все равно деньги решают в этой жизни очень многое естественно если если пойдут миллионы то жизнь наша изменится но с другой стороны я не хочу чтобы ребенок пошел по наклонной чтобы ребенок выбрал какой-то неправильный путь чтобы у ребенка началась звездная болезнь я понимаю что все это опять-таки при помощи денег с подключением специалистов можно все это излечить вот но опять-таки когда речь идет о больших деньгах появляются большие возможности и не дай бог эти возможности станут какими-нибудь там неправильными вот не хочу чтобы все заходило слишком далеко с одной стороны с другой стороны я не против чтобы он снимал тик ток какое в итоге нам решение выбрать принять мы будем думать вот и ваше мнение нам тоже интересно что вы об этом думаете если бы например ваш ребенок сказал бы хочу снимать тик ток или хочу снимать youtube и так далее я думаю что главнее все таки даже не деньги с главнее социализацию то есть там грубо говоря ребенок в маленьком таком возрасте стал знаменитым он себя может быть не чувствовал бы таким знаменитым если бы у него там не какое-то время спустя не начали бы там брать интервью там кто-то там радоваться и фотографироваться с ним на улице если кто-то его встречает также обычно с людьми происходит там всякими звездами но прежде чем наступят желаю появится желающие взять интервью и так далее и тому подобное надо отдавать себе отчет что в первую очередь появятся хейтеры это так себе социализация я бы сказала ну и опять же просто грубо говоря получается что лучше помочь ребенку как-то по-другому себя применить свои свою энергию детей же сами знаете энергия целый день гоняется гоняется думаешь вечером сейчас упадет спать нет пришел домой еще дома на ушах стоит катался катался на велосипеде пять раз с него свалился думаешь ну уж все устал домой приходишь нет еще у него и поскакать и покричать и по но есть поиграть что-то туда-сюда энергии все у него на бы эту энергию в нашего года до грубо говоря в любом случае мы будем думать не самый первоочередный вопрос на повестке дня до в нашей семье но тем не менее мы так помаленьку потихоньку на эту тему дискутируем и проводим переговоры думаем в конечном итоге рано или поздно окончательное решение по этому вопросу я думаю у нас будет но и ваше мнение нам тоже очень было бы интересно послушать ребенка вы спросите однозначно тоже зададим эти вопросы что он хочет в итоге получили я знаю что он хочет ну и просто задавать будем обсуждать почему ну а это видео будем уже заканчивать пишите свое мнение нам было бы очень интересно послушать ваше мнение ваши советы мнение просто попробуйте спроецировать эту ситуацию нас своей семье как бы вы поступили бы до поделитесь обязательно своим мнением нам очень интересно но мы будем заканчивать если видео понравилось если подобные обсуждалки болталки вам нравятся пишите нам темы мы тоже будем просматривать ваши комментарии подготавливать подготавливаться и выходить в эфир вот не забудьте поставить лайк подписку колокольчик комментарии обязательно всем спасибо за внимание пока